Священным на литии елеем, освященным маслом. Тот Ирмос Рождественского канона, с которого начинается эта часть богослужения, в переводе звучит так. Христос рождается, славьте. Христос с небес, встречайте. Христос на земле, возноситесь. Пой Господу все земное, и с весельем воспойте люди, ибо Он, Господь, прославился. А вот за пением этого Ирмоса следует чтение тропарей, которые составляют содержание песен канона. Каждый из тропарей предваряется припевом «Слава тебе, Боже наш, слава тебе», который прочитывается чтецом. Канон – это духовно-поэтическое произведение, которое состоит из девяти основных частей, из девяти песен, так эти основные части называются. А в свою очередь, каждая песнь из Ирмоса, который поется, и тропарей, которые, как правило, читаются, ну, за исключением разве что тропарей пасхального канона, там весь канон поется. А в конце каждой части вновь поется Ирмос, и называется вот это вот пение, заключающего песню Ирмоса, «Катавасии», что в переводе с греческого означает «схождение». Вот вновь поют Ирмос, «Христос рождается славице», и это означает, что завершилось чтение первой песни канона. Ну, а название, которое вот такой современной, именно разговорной такой речи бытовой, такой приобретает несколько комический оттенок, ну, является термином, «Катавасия», «Схождение». Дело в том, что в древности, как и сейчас в некоторых обителях, и даже на приходах, некоторые песнопения, для исполнения, вернее, этого песнопения, хор сходит с клироса, или два хора поют вместе его. Ну, вот беспорядок, который иногда возникал при этом, неслаженные пения неопытных певцов, и привели к тому, что слово со временем приобрело несколько комический оттенок. А вообще это термин, благослужебный термин. Нужно отметить, что за первой песнью канона сразу следует третья, потому что вторая в праздничные дни не исполняется из-за ее покаянного характера. Это принадлежность канонов некоторых дней Великого Поста. Сейчас вы видите, как молящиеся прикладываются к иконе Рождества Христова, и архиепископ Григорий помазывает их освященным елеем. А что же касается канонов, то канон как форма христианского гимнотворчества окончательно сложился в Византии в VIII-IX веках. Все девять или восемь реально песен канона составляются по образцу ветхозаветных гимнов, содержащихся в Библии. Это песнь пророка Моисея, она служит образцом для первой песни канона. Образцом для третьей песни является песнь Анны, матери пророка Самуила. Для четвертой песнь пророка Аввакума, для пятой – Исаии, для шестой – Ионы. Песнь трех отроков, исповедовавших единого Бога в печи Вавилонской, составила образец для седьмой и восьмой песен. В основу девятой песни канона положена песня праведного Захарии, отца святого Иоанна Предтечи. Задача христианского гимнатурца – связать ветхозаветные прообразы с новозаветными событиями. Задача христианского гимнатурца – связь с новозаветными пророками. Задача христианского гимнатурца – в Библии. Господи помилуй! 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 Иисус Христос Натур Эст. Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. Сейчас на ваших экранах поле пастырей или в нашей русской традиции такое ласковое название поле пастушков, где пастухи как раз услышали ангельское словословие благовестие о рождении Спасителя. Вдалеке в Витегреческий монастырь. Над местом рождения Спасителя мира 15 серебряных лампад и вот устроен жертвенник где совершает проскомидию православные священники и армянские, которые также вот совершают здесь богослужения. Ну какой момент службы? Это полеелей. Полеелей, многомилостивый или множество светильников. Здесь в буквальном смысле возжигаются вот лампады, свечи. Вы видите здесь представителей и православного греческого духовенства, иерусалимского патриархата и паломники из России. Ну а вот незадолго перед этим был момент облачения блаженнейшего патриарха Деодора, патриарха Святого Града и все Палестины. А здесь же присутствует начальник русской духовной миссии архимандрит Феодосий. Ну вот как раз чтение Евангелия о Рождестве Христовом. Вот среди собравшихся. Большинство, конечно, это православные, потому что это съемки, конечно, Рождества по юлианскому календарю. Иерусалимская церковь, так же как и русская православная, отмечает праздники по старому стилю. Видите и базилику. Вот с 6 века эта базилика, построенная по повелению императора Юстинианом, пещерой Рождества или над святым вертепом, сохраняется в неприкосновенном виде. Ну а первый храм был построен святой равнопостольной царицей Еленой, матерью святого равнопостольного Константина, еще в первой, третье, четвертого столетия. Конечно, несколько, да, так вот непривычно нам богослужение, но если мы вслушаемся вот в напевы греческой службы, то увидим родство этих напевов с нашими древними напевами, принятыми в нашей церкви там в 16 или и ранее того, там, скажем, в 15-14 веке. В храме продолжается чтение рождественского канона. Ну, канонов-то, собственно, два, просто они прочитываются вместе, как один канон. Составлены они лучшими гимнотворцами православной церкви, преподобной Анном Дамаскиным, жившим в 8 веке, и его современником, святым Косьмой Маюмским. Оба поэта-подвижника долгое время подвязались вместе в лавре святого Саввая священного в Палестине. Вместе создавали свои вдохновенные творения так, что произведения одного дополняли творения другого. Определенное влияние на творчество святых авторов оказывали и произведения другого жанра церковного искусства риторики. Вот Ирмос первой песни рождественского канона составлен под влиянием слова на Рождество святителя Григория Богослова, одного из отцов и учителей церкви, жившего в 4 веке. Первые строки этой гамилии или проповеди святителя Григория таковы. Христос рождается, славьте, Христос с небес встречайте, Христос на земле возноситесь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, юный из-за драма, отрача смешения, родися сын и верным надейся. В будущих век мы сей есть отец и начальник, и нарицается великого совета ангел. Всей крепок Бог есть, и держай область ее всю тварь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Гредит нас ради из Авраамных чрезл, дем нападшие во мрасы прегрешений, сыны воздвигнуть идолу поникши, и же во свете обитая, и яслившись достояние, ныне благоволение... Великий Вселенский Учитель Иоанн Златоуст называет Рождество Христово началом всех праздников. Кто назовет этот праздник Матерью всех праздников, тот не погрешит. В этом празднике имеют начало и основание свое, и Богоявление, и Священная Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница Его. Если бы Христос не родился во плоти, то и не крестился бы, а это праздник Богоявления, и не пострадал бы, а это Пасха, и не послал бы Святого Духа, а это Пятидесятница. И так от праздника Рождества Христова начались наши праздники, как от источника различные потоки. Церковный устав называет Рождество Второй Пасхой и отводит ему исключительное место среди дней литургического года. Рождество Христово праздник двунадесятый, то есть принадлежащий к разряду величайших христианских праздников. Но и среди двунадесятых Рождество Христово отмечено особо. Обычно перед двунадесятыми праздниками полагается один день предпразднства. Перед Рождеством же таких дней пять. Предпразднство начинается 2 января по новому стилю. Так что уже со 2 января мы славим рожьегося на земле Господа. В заключении же, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Хочется присоединить свои поздравления, наши поздравления, к поздравлениям наших церковных иерархов, пожелать радости, мира, счастья, внимания друг к другу, утешения, скорби. И опять же в утешении напомнить, что сегодня будет еще несколько трансляций праздничных богослужений, наверное, более полных. Так что те, кто не имеет возможности побывать за богослужением, а именно к ним в первую очередь обращены наши передачи, смогут побывать и прикоснуться к рождественскому богослужению, возможно и молитвенно. Желаем мы наступающим по гражданскому стилю, наступившим году тем, кто еще стоит в раздумье у порога храма, переступить этот порог, тем, кто стоит его в ограде, подойти к порогу храма, тем, кто еще не обрел дорогу к храму, обрести этот путь. И опять же в заключении хочется процитировать великого христианского подвижника преподобного Ефрема Сирина. Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто ближнего своего мщения за ненесенную обиду. Настал день радости, да не будет никто виной печали и скорби для другого.